Здарова хулиганы, как ваше ничего, с вами Айрон Друг и это очередной выпуск мод обзора. После душевных страданий и несварения, которые я заработал после Call of Doom, мне вдруг захотелось поиграть в Doom без огромного количества изменений, но тем не менее не являющегося тошнотворно ванильным. То есть, чтобы основной идеей мода была идея в стиле дать ванильному Doom современного пендаля для ускорения, со всеми идущими за этим, но почти незаметными изменениями. Таких модов было выпущено уже достаточно много и сегодня на нашем столе для вскрытия находится мод под названием Dead Marine от автора Gifted, который пополнит вашу коллекцию подобных модов. Данный мод был создан аж в 2017 году и до сих пор находится в своей бета-стадии, что означает, что автор не бросил работать над ним, что есть хорошо. Здесь практически каждый элемент игры был подвержен небольшим изменениям, начиная от декора на уровнях и заканчивая арсеналом. Первым, что должно броситься вам в глаза, будет изменённый пользовательский интерфейс, который автор мода обозвал Techhood. Как вы можете заметить, теперь довольно непросто определить состояние вашей брони и здоровья. Автор решил заменить численные значения этих характеристик на цвет. Подход довольно смелый, я бы сказал инновационный, дальтонники определённо оценят. В правом верхнем углу мод вам услужливо подскажет и покажет количество секретов на уровне, количество врагов и предметов. В левом верхнем углу в начале каждого уровня будет показываться его название, количество врагов, обнаруженных на нём и непосредственно, что от вас требуется сделать. Как вы понимаете, распивать с ними мечи вас никто не заставит и основной директивой, как обычно будет массовое убийство всех и вся. Увы, на сторонние модификации с кастомными картами, со своими уникальными названиями, работа вашего интерфейса не распространяется, а уровни будут называться так же, как и в ванильном Doom, а жаль. Еще ваш интерфейс будет помогать вам опознавать тела погибших морпехов, валяющиеся в изобилии на уровнях. Теперь это не просто сдохший, но нейм поганый, нет. Вам покажут звание, имя и фамилию покойника. Опять же, увы, данная услуга ограничивается всего несколькими вариантами, и когда это начнет повторяться, становится менее интересно. А жаль, вот этот момент можно было бы доработать. Что касается декораций, то порой вы сможете заметить слова, пентаграммы и прочую похабень, написанные кровью. Обычно они начертаны на стенах рядом с трупами вышеупомянутых морпехов. Порой вместо надписей и рисунков на стенах будут просто огромные пятна крови. Скорее всего, это является явной отсылкой к тому, что мы видели в Doom 3. Ваши враги не претерпели огромных изменений, умнее они точно не стали. Зато теперь ваши враги погибают в разных позах. Конечно, это вам не Smooth Doom, но в принципе пойдет, а неискушенному модами игроку даже зайдет. Некоторые из ваших врагов теперь звучат по-другому, к примеру, своим кряхтением пулеметчики могут выдать себя, что согласитесь является полезной информацией. И конечно же в этом моде вы сможете пускать вашим врагам кровь и рвать их на куски при помощи берсерка, двустволки и ракетницы. Также для этого доброго дела смогут подойти пылесосган и БФГ. И вы всегда сможете добавить кетчуп, нэшгор или любой другой кровавый мод для эстетики. Что до вашего арсенала, то тут изменениям подверглись звуки, издаваемые вашими пушками. У некоторых стволов появилась отдача. Перезарядки ваш арсенал не требует. Теперь оружие, которое должно находиться на полу на уровнях, будет особым образом подсвечиваться. Если вы встречаете данное оружие в первый раз, оно тоже будет с подсветкой. Анимация арсенала стала более гладкой. Теперь дробовик можно стильно вытащить из-за спины, а пулемет при активации будет картинно раскручиваться перед использованием. Все выпавшие гильзы будут оставаться на полу. Больше всего вам запомнится звук попадания шрапнель в тело. Чужое или ваше? В качестве приятного бонуса, да и просто разнообразия ради, автор ввел в свой мод особенную одноименную сложность – Dead Marine. Фишкой этой сложности является изменение модели зоопарка Doom с ванильного на самодельный. К примеру, у измененной модели пулеметчика вместо одного пулемета в руках два, и получать вы будете уже из двух пулеметов сразу. Хотя, насколько я понял, данный эффект не распространяется на всех измененных монстров. К слову, есть практический вопрос – что, мать его, не так с оригинальным зомби-меном на этой сложности? Что выражает это лицо? Грусть? Радость? Болезнь Дауна? Адовые страдания словно к солдату применили волшебную катергу с прошлого мод-обзора? В общем, я за любую движуху в плане новых кастомных спрайтов, особенно когда это касается оружия. Но блин, порой самодеятельность в плане вражеских моделек пугает. Сильно пугает. В общем и целом, данный мод мне очень понравился. В нем есть практически все, что мне нравится в модах на Doom, выпущенных за это время. Как упоминалось раньше, автор еще не сделал финальную версию для релиза и, полагаю, всегда будет место для улучшений. Этот мод неплохо зайдет на больших картах, знаете, на таких, где нужно будет запоминать расположение разных важных дверей и развилок, и где брутализация монстров выйдет вам боком. Размеренный медитативный геймплей. Это то, что нужно после дикой обстановки на работе или нервных расстройств после обозревания некоторых прошлых модов. И на этом все, хулиганы. С вами был Иерон Друг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жуйте жвачку, любите игры и до скорого. До новых встреч!